Я думаю, мы справились с техникой. Ура! Мы ее победили, а не она нас. Да-да-да, победили. Дорогие друзья, добрый вечер! Уймафишэр. 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 Это и все вечер. Да, и все вечер. А сейчас можно так летать, чтобы непонятно. Вечер идут, да? Все. Ребята, мы сегодня запустили международную научную конференцию «Графы, игры и модели». В рамках этой конференции, помимо пленарных и секционных докладов, запланированы научно-популярные лекции. Первую лекцию открывает всеми нами любимый и хорошо известный доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики, информационных технологий, информационной безопасности, член, корреспондент Российской академии наук, заместитель руководителя Кавказско-математического центра Алексея Владимирович Саватеева. Спасибо, Айданец, дорогой. Спасибо. Ну, я, собственно, с этим микрофоном, да, был? Да, да, да. Тема – обзор теории аукционов. Да. Алексей, все. Да. Огромное спасибо, что вы пришли в такую погоду слушать лекцию. Я бы на вашем месте поехал на Лаганаке и бегал там весь день. Вот. А вы вот, жажда знаний победила в вас. Это, конечно, круто. Ну вот, значит, что я хочу сказать. Во-первых, смотрите, что было когда-то давно. Аукцион невест. Такая вот не болит корректная картиночка. Тот, кто продает невест, расхваливает очередную невесту. Вот там сидят, вон, сидят эти, которые потенциальные женихи сидят в Дали и рассматривают каждую следующую. Аукцион, это 2,5 тысячи лет назад было в Вавилоне. Вот так проходила, значит, сегодня последняя лекция была, последняя перед обедом было выступление Александра Нестерова, моего друга и коллеги из Питерской вышки. Он рассказывал про то, как появление сайта знакомств в интернете снижает количество пар, которые в результате друг друга находят. Но когда-то это было более эффективно. Видите, как эффективно это проходило? То есть очередная невеста выходит, он, значит, расхваливает там, кто-то, ну, встает, говорит, за три, там, я готов три тысячи там дырахум дать, да, за нее. А другой говорит, нет, четыре тысячи, я четыре, и они торгуются, кто-то пьет там за семь тысяч дырахум. Потом выводят следующих. Ну, там она, может быть, немножко меньше приглянула всем. В общем, ведущий, он, типа, должен знать их качество и, в конце концов, аукцион постепенно переходит в аукцион обратный. То есть выставляется и говорится, отец этой девушки готов к ней, вот если ее кто-то замуж возьмет, приплатить еще тысячу дырахум, да? Вот. Ну, типа, кто-то поднимает руку, ну, если тысяча пятьсот он даст, то я уж возьму ее, так и быть. То есть аукцион переходит в другую стадию совершенно, да? Это, как это, колым превращается в преданное, да? Будем так говорить. Вот. Но это было давно, это теперь нельзя, это, конечно, долго на этом останавливаться, это не болит корректно. Поэтому перейдем к описанию аукционов сегодняшнего дня уже в основном. Ну, и вообще, что такое аукцион? Аукцион – это, в общем-то, один из способов возмездной передачи товаров, там, из рук в руки, да? То есть, по сути, это один из видов экономической активности. Ну, вот надо их немножко классифицировать, да? Есть ситуация, например, рынок, там, пива или хлеба. Ну, много игроков на рынке, много производителей товаров, и покупателей тоже много. Ну, и, как правило, значит, эта ситуация называется свободный рынок, она описывается во всех учебниках экономики, там, кривая спроса, кривая предложения, они пересекаются где-то, это получается цена, количество, ну, и вот так рынок вроде как должен функционировать такой. Бывает еще один вид экономического взаимодействия, который называется «восточный базар». Я был в Иерусалиме на конференции в 96-м году, мы пошли на рынок, там, значит, арабское население активно занималось впариванием всяких пизделушек, и вот там был четко, с каждым потенциальным покупателем заключался собственный контракт. То есть, мы зашли, наша команда зашла туда, приглянулись кружечки там одному из наших, приглянулись кружечки с видами, различными видами Тель-Авива, Иерусалима, вот, Мертвого моря, там, видами Израиля. И наш один говорит, сколько это стоит, ну, на памятниках, по-мински беседу в этом, потом выяснилось, что тот, кто продавал, он русский немножко знает. Ну, значит, они это самое. Он говорит, 20 шекелей, 20 шекелей, 20 шекелей. И тот такой развернулся и уходит, непонстративно уходит. Он знал, как себя вести надо на рынке, мы все не знали вообще. А он так уходит, и ему вслед кричит, 10, 10 шекелей, 10. Вот так замедляет, ход замедляет. 5 шекелей вот так оборачивается, но теперь мы можем подорговаться немножко. 5, это не вариант, 2 шекеля красная цена. И тут в эту секунду, в эту секунду, в зал, ой, в зал, в этот, вот в этот варек, входит группа американцев, они такие, вау, how much it costs, значит. Ну, и, короче, он такой оборачивается к нам, так, чтобы американцы не видели, и делает понятный жест. После чего впаривает 3 куски по 20 шекелей. Американцы сваливают, ну, и он говорит, что там мы 2, ну, давай 2,5, за 2, говорит, я ее сам приобрел. Говорит, обидно просто так подорить. Давай за 2,5. И мой товарищ покупает ее за 2,5 шекеля, спокойно. Мы выходим. Вот это называется восточный базар. Внимание, в такой науке, теоретической экономике, есть целый ряд моделей вот такого вида, что один продается, один покупатель, но они все, на самом деле, на 2, они никуда не годятся. Ни одна из них никуда не годится. Потому что каждый раз делаются какие-то предположения о поведении людей в ситуации, когда нет конкурента ни у него, ни у его соседа. Реально единственное, кто может сказать что-то о результате сделки один на один, это если личный психолог продавца поговорит с личным психологом покупателя. Вот немножко побеседуют, поймут, что за люди это, и поймут, на какой цене все остановится. То есть экономическая наука, если честно, про эту ситуацию ничего не умеет говорить. Называется монополия, монопсония, ну как бы вообще ничего. Ну что же ничего, вы открываете в интернете, там 20 миллионов статей про это, и каждая статья по-своему говорит что-то про эту ситуацию. Но это то же самое, что ничего нет. Нашего понимания здесь никакого нет. Ну и наконец аукцион. У нас один товар выставляется, да, вот продавец выставляет один товар, и много покупателей. Но с другой стороны, если кто учил экономику, знает, что та ситуация вроде бы называется монополией. Значит, соответственно, надо понять, где граница монополии, где кончается монополия, где начинается аукцион, да. Вот. Здесь довольно много моментов, значит, грань немножко стерта. То есть, в некоторых случаях монополист начинает вести себя как аукционист, в некоторых случаях аукцион, если очень много товаров вставляется примерно одинаково, постепенно превращается в монополию. То есть, здесь есть такие перетекания друг друга этих постановок. Ну и такие характерные признаки именно аукциона, это, во-первых, уникальность товара, неделимость, да. То есть, что-то, что присутствует в одном экземпляре. Что-то похожее может быть, но уже это будет другое. Вот. Дальше, значит, прямой учет информации. Когда мы говорим о монополии, мы считаем, что монополист исходит из некого обезличенного спроса, который на этот товар предъявляется. Вот есть линия спроса. На обычном рынке есть линия спроса, линия предложения, они пересекаются. А в случае монополии у нас только линия спроса есть, а предложения никакого нет. Если монополист, он сам решает, сколько выпустить товара. То есть, здесь нет уникальности и неделимости. Здесь товар в любых количествах может придумать, в каких количествах выпустить монополист. Ну и он там максимизирует некоторую функцию выигрыша своего. Вот. То есть, здесь информационная структура, да, и не учитывается информационная структура. То есть, он не пытается угадать спрос отдельного покупателя, стоящего вот там. То есть, не пытается даже предположить, какой бы он мог быть этот спрос, как он мог бы выиграть. С другой стороны, если идти совсем в эту сторону дальше, то могут быть соображения уже прям дискриминации, тебе продам, тебе не продам. А ты вообще, мой друг, ты бесплатно получишь, да? Вот когда такие соображения привлекаются, это уже тоже не аукцион. Это механизм, но не аукцион. То есть, аукцион – это вид механизмов экономических. Вот у нас с Сашей Филатовым вышла книга «Теория экономических механизмов». Он тут тоже будет, он будет следующий за мной. Он про нее подробнее расскажет. Вот. И механизмы – это более общие такие, как бы, различные, изощренные способы организации социума, и в том числе экономические его части. Аукцион – это конкретно там относится к экономике. Вот. И предполагается, что дискриминации нет. То есть, вне денежные соображения не учитываются, даже если они позитивные. Бывает же и дискриминация, так сказать, позитивная. Например, если вы кладете какую-нибудь новую там газовую трубу, то логично давать рабочие места в первую очередь тем, кто живет рядом с этой трубой, чтобы не так обидно было, что через день вот эта гадость прошла, да еще и ничего не перепал. То есть, здесь начинается социальный заказ. В этом месте аукцион тоже, как бы, прекращать быть аукционом, хотя ничего плохого, естественно, в этом нет, чтобы социальный заказ учесть. Вот. Но аукцион формально все-таки называется аукционом, если просто выставляется товар и говорится, ну, грубо говоря, кто больше вот заплатит в реальности, да, тот его и получит. Без соображения и дискриминации. Так. Ну, примеры. Про невест я уже сказал. Есть несколько других примеров интересных. В 478-м, если мне не изменяет память, году на нашей эры сладка ушла Римская империя. Человек, который ее купил, заплатил там какую-то совершенно грандиозную сумму, он не смог эту сумму за значенное время, но он обещал ее за определенное время собрать и продавцу выдать. Но не собрал и был, был Сигир Башка. Обезглавлен, короче. Вот. Это сегодня мы называем это явление проклятие победителя. Я про него чуть позже еще расскажу. В теории аукционов есть такое понятие. Это вот такой был первый случай терминального проклятия победителя. То есть он выкатил сумму, которую он реально не смог заплатить. Вот. Но почему это часто бывает в теории аукционов, это я чуть позже это объясню. Дальше. Вот есть такой предмет, картина, нарисованный нерпой. Поселок Листьянка на Байкале. Такой, как бы, ворот Байкала, а Даргутска 70 километров. Там есть нерпинарии. В нерпинарии плавают пресноводные тюленчики. Ой, тюленчики. Дельфинчики, да? Которые называются нервы. Нет, это тюленя. Блин, извините. Я забыла. Наверное, это тюленя, скорее. Вот. И они очень умные. Они прям умнее собак. То есть они фокус показывают, пляшут, играют в футбол, реагируют на команды какие-то, считают до пяти. Ну и много чего другого. В частности, они рисуют картины. Можно кисточку вставить в их пасть. Они зажимают ее и начинают водить вот так по бумаге. Еще можно дать сначала зеленую кисть, а потом красную. Получается такая нехилая абстракционистская живопись. И эта живопись идет всегда сладка в конце сеанса. То есть каждый сеанс нерпинарии завершается продажей картины, нарисованной нервами. И участники разыгрывают открытый английский аукцион. Чуть позже объясню. Ну, такой стандартный аукцион, какой ты читал в 12 студиях. Кто-то его помнит. Вот. То есть они просто объявляют. Я там заплачу столько-то, я заплачу больше, я заплачу больше, я заплачу больше. Постепенно, когда в конце концов кто-то говорит, я там 2000 рублей заплачу за картины, нету, да? Ну, все молчат, все, он получает предмет, платит 2000 рублей, и аукцион завершается. И таких аукционов там несколько раз в день происходит, поэтому есть достаточно большая статистика. Я три раза был там в этом музее, в этом нерпинарии, и был три раза. Я водил, когда я там жил, я водил профессоров, приезжающих с Москвы в Витера туда, ну, посмотреть на это, значит, и каждый раз проводился аукцион. Один раз картина ушла за 600 рублей, один раз при мне за полторы тысячи, один раз, по-моему, за две. Я спросил, какой максимальный был, а оказывается, что максимальный, максимум был 20 тысяч рублей. Вот на момент, когда я последний раз был там, три раза на гору, максимум был 20 тысяч рублей, когда там какие-то два очень богатых человека, стокнулись друг с другом, ни один не хотел другому уступать, и они, значит, довели. Но вот эта ситуация, когда цена искусственно повышается из-за нежелания проиграть и потерять лицо, вот она тоже, в экономике, к сожалению, мы не умеем ее учить. То есть, такие соображения, да, они внеэкономические, они не относятся к рациональному поведению игроков. И, в общем, то, что не относится к рациональному поведению игроков, в теории игр пока изучаться практически никто изучать не умеет, там, две-три Нобелевские премии за определенные подходы выданы были в экспериментальной экономике. Но в целом каких-то стройных теорий таких игрений нет. Стройной теории есть только рационального поведения, когда человек осознает свои, значит, осознает, что он получит от того или иного исхода взаимодействия и, имея полную информацию, максимизирует вот этот вот свой выигрыш, выбирая себе план. Так, государственная собственность СССР была приватизирована через аукционы залоговые, там, правда, было много тоже вне модельных ситуаций, состоящих в подкупах, там, в каких-то еще моментах. Ну, то есть, не всегда это формально, это только дело, как аукцион, но это, на самом деле, аукционов не всегда было. Ну, и самый такой, наверное, знаменитый пример аукционов и самый по размеру впечатляющий, это когда мобильные диапазоны мобильных частот, радиодиапазоны радиочастот для мобильных операторов продавались с лотка государства, продавало диапазоны и в них пускало операторов. Вот, то есть, до какого-то момента в первые, так, 10 лет мобильной связи был такой веселый бардак. Какие-то вступали в компании, друг с другом там интерферировали в этих диапазонах. Потом, где-то в 99-2000-м годах во всех странах мира это все решили, ну, привести к какому-то регулированному виду. Ну, каждая мобильная компания получала свой диапазон, уже в нем она работала, никаких помех не было, да? И вот эти диапазоны, они продавались с лотка, аукцион. И в Англии прошел первый такой аукцион в 1999 году. Его готовили очень серьезные террористские игровики, они, значит, продумывали правила игры, сколько лотов продавать, изучали рынок, в результате сделка составила, внимание, 600 долларов, 600 долларов, переводим на доллары, 600 долларов на каждого жителя Великобритании. На каждого, в принципе, сейчас стариков, кваденцев, там, всех вообще. То есть, такая самая великая сделка 20-го века, может быть, в размер, ну, или около того. Потом такие же аукционы провели в нескольких других странах. В Швейцарии, например, собрали всего по 20 франков человека, и это было полным провалом, естественно, да? Потому что, ну, Англия поставила плану, что, в принципе, вот вместимость рынка мобильной связи, это, грубо говоря, 600 долларов на каждого человека, да? Это сколько в результате, там, за много лет человек потратит на мобильную связь, если так говорить. И если в Швейцарии собирают 20 франков, значит, в Швейцарии 98% прибыли просто ухудшено. То есть, оно, как бы, ушло непонятно куда за счет неправильных правил формирования этого циона. Ну, как бы, не в ходу без добра, в Англии мобильная связь была очень-очень дорогая, а в Швейцарии гораздо еще в результате, потому что английские фирмы в этом отбивали эти огромные деньги, которые они заплатили. То есть, здесь всегда, как бы, смотреть на все последствия, но государству удалось собрать совершенно безумную сумму. Вообще, в Аукционах очень характерно то, что чуток меняешь правила, и речь идет об огромных потерях или приобретениях финансов, просто безумного размера. То есть, там, какую-нибудь картину, какой-нибудь старинного художника, там, 17 века, при правильном психологическом, например, подходе в аудиторию, или при правильных правилах игры, да, аккуратно составленных, вот в аудиторию любителей, и она может пойти, как там, за 7 миллионов долларов, так и за 2 миллиона долларов, да, в зависимости от того, как в этот момент, какие мысли там у людей сидят, сидящих в зале, появились, или от того, как ведется этот Аукцион. То есть, ну, как бы за секунды люди теряют и приобретают огромные деньги. Теперь, значит, математика процесса. Математика состоит в том, что предположение, предположение стандартной модели Аукциона состоит в том, что каждый, кто находится в зале и хочет приобрести предмет, хочет повоевать за какой-то предмет, ну, вот, например, за ту же картину, нарисованную нервой, он для себя внутренне решает, какова его красная цена. То есть, такая цена, за которую он еще готов приобрести предмет, а больше уже не готов. И она интерпретируется просто как денежное выражение довольствия, полученного этим человеком от приобретения предметов. Соответственно, если, например, человек смотрит на картину и говорит за 700 рублей, пожалуй, вот 700 рублей, это моя красная цена, это значит, что если он получит картину и заплатит 700 рублей, то он будет в нулях. Если он получит картину и заплатит 800 рублей, рука дрогнула, он потом будет переживать, это минус 100. А если он заплатил 300 и получил картину, то он оказывается в плюсе на 400. Ну, такая как бы нехитрая вроде как моделька поведения человека на Аукционе. Но она нехитрая, но она приводит к сложным очень построениям, потому что вот эти оценки, оценки, собственные оценки, индивидуальные, они друг другу неизвестны. То есть я сижу в зале, я смотрю вокруг на людей, и я не могу понять, то ли у них тоже там, у кого-то 700, да, у кого-то 500, у кого-то 300. Я этого не знаю. И единственное, с чего я исхожу в этой модели, стандартной модели аукционов, это из распределения от всех. То есть есть некоторое, значит, распределение, которое мы считаем заданным, может быть оно известно, например, из предыдущих розыгрышей. То есть если мы много раз видели, скажем, аукцион картины Нерпы, мы видели очень много раз, мы можем собрать статистику и увидеть распределение оценок в среднем. В больнице. Ну и предполагается, что мы взяли, значит, дальше вопрос, как бы, вот эти оценки, они зависимы друг от друга или независимы? То есть иными словами, есть ли понятие крутая картина, нарисованная Нерпой, или наоборот, отстойная картина, нарисованная Нерпой? Вот если мы предполагаем, что такое понятие есть, тогда оценки будут коррелированы друг с другом, потому что, если это крутая картина, у всех оценки будут высокие, если она плохая, у всех будет оценка низкая. Но если мы считаем, что вот эта вот абстракционистская мазня, в общем, никакого смысла, кроме факта, что она нарисована Нерпой, в себе не несет, то мы считаем, что оценки будут независимы друг от друга. Кому-то это приглянется, картина, кому-то это, значит, не очень понравится. Вот. Значит, но объективно, но вообще говоря, есть обе ситуации возможны. И еще как бы есть вопрос, важно ли мне, сколько хочет заплатить мой товарищ, да, или все мои конкуренты. Ну, конечно, важно в том смысле, что если все имеют высокие оценки, у меня меньше вероятность просто выиграть за аукционами. Но моя собственная оценка не меняется или меняется, в зависимости от того, что у других. То есть, пересмотрю ли я свою оценку этого объекта, если я подгляжу, что у всех остальных написано. Хотите, я приведу ситуацию, когда это может быть важно? В случае с Нерпой это явно не важно, это не имеет значения. А вот смотрите, сейчас я переключу, на секунду. Альт что? Альт там. Вот. И нужно нажать. Уже выбрано. Вот это месторождение, например, нефти. Государство выставляет его на продажу. То есть, оно предлагает нескольким фирмам побороться за право разработать это месторождение. Что делают фирмы? Они устраивают геологу-разведку. Одна сюда вбурилась. Здесь вот примерно столько показал уровень, да? Нефти там, ну, это, как сказать, толщина пласта. А другой сюда вбурился. А тут вот такая толщина пласта, да? А третья сюда, здесь тоже небольшая. А здесь вроде побольше. Здесь вот такая. Ну, довольно естественно предположить, если они не знают результаты друг друга, что это и есть их оценки. Если они априори переносят информацию, которую они собрали в непосредственно том месте, куда их пустили, они ее, как называется, экстраполируют на все месторождение целиком. То есть, они считают, что везде, в остальных местах примерно такой же толщинный пласт. Не знают. Может больше, может меньше. Но им нет на ничем основывать это знание. Теперь смотрите. Предположим, что они не знают ничего. Кто тогда выиграет это месторождение? Вот этот. Сколько он будет готов заплатить? Очень много. Вот это умножить на весь объем. А сколько он добудет? Может быть. Но он-то планирует добыть столько, сколько он нарисовал умножить на площадь. А это не получится по объективным причинам, потому что в остальных местах нефти мало. Ему случайно попался участок, да, в котором она бьет ключом. Он говорит, о, какое месторождение. Да, то есть он считает, что, наверное, в остальных местах тоже будет бить ключом. Покупаются огромные деньги и разоряется. Вот это называется проклятие победителя. Это та ситуация, которая случилась с Римской империей. Он там прикинул их, по каким-то признакам прикинул налогоспособность, налогоспоры, да, с гражданами Римской империи, ошибся очень сильно и не шился головы. Ну, а здесь будут лишаться денег, да, то есть они будут брать и разоряться. Это очень частая ситуация. Знаете, сколько на свете есть недостроенных объектов? И в России, и за рубежом. Всякие там дворцы, я помню, в Иркутске 20 лет строился, хотя я не думаю, этот самый дворец. Ну, и вообще довольно много есть объектов недостроя. Почему возникает недострой? Ну, вот в случае с аукционами, понятно почему. Потому что несколько фирм, которые пытаются взять это, чтобы совершить, ну, чтобы построить, да, его, взять себе подряд, они по-разному, разные источники у них оценивания, какие будут издержки. Ну, выигрывает самая оптимистичная фирма, но издержки оказываются обычно не как самая оптимистичная, да, ну, а как минимум как в среднем, да, то есть гораздо выше. Ну, вот, как бы, деньги кончаются, он бросает, говорит, простите, я не дострою. Ну, и дальше, как цены программы существуют, как в случае делать, там, либо государство помогает, там, либо еще что-то происходит. Но факт тот, что вот это вот называется проклятие победителя, и в этой ситуации, безусловно, важно знать оценки других. То есть, если я подбережу, мне бы очень хотелось посмотреть, что вот здесь везде, да, и вот этому тоже очень хотелось бы посмотреть, что вот здесь. Ну, эта информация, закрытая или открытая, оказывается, очень важна. Альт, тап, вот. Вот, значит, вообще говоря, возможны все четыре варианта, то есть оценки зависимые, но мне не важно, какие у остальных, оценки независимые мне не важно, оценки зависимые мне важно, оценки независимые, но мне важно. Есть все четыре варианта, но на самом деле единственная ситуация, которая действительно хорошо просчитывается математически и приводит к определенным явным выводам, это ситуация, когда оценки независимы друг от друга, и мне не важно, какие у остальных. То есть, грубо говоря, ситуация вот как с нервами, с картиной нервами. Вот, случай вот этого месторождения, которое я обомню, он чрезвычайно сложный. В нем ничего не понятно, кроме вот этого, кроме идеи проклятия победителя, это действительно довольно стабильный прогноз. Теперь форматы проведения аукционов. Какие бывают форматы? Как могут проходить аукционы? Ну, во-первых, это классика. Классический формат. Называется английский аукцион, повышающий аукцион первой цены. Сейчас я в водичке пересохла коррель. Так. А, там есть еще. Вот. Значит, английский, повышающий первый цены, ну, понятно, просто каждый произносит, за сколько он готов. Прямо в зале, в открытую, да, там. 300 рублей раз. 300 рублей два. 450. 450 раз. Сколько? 400, да. 400 раз, да? 400 два. Тысяча раз. Полторы. Тысяча, да. Полторы. Ну, и так далее. Понятно, да, там? Потом все продано. Третий раз. Все продано. Аукцион завершен. Человек получает товар, платит столько, сколько он назвал. Хорошо. Следующий формат называется голландский. Так продавали тюльпаны. Они выставляются по баснословно высокой цене. И начинает цена падать постепенно вниз. Ползет, 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 ползет. Все смотрят. Все на нервах. Все смотрят. Блин. Наверное, хватать уже надо. А то кто-нибудь еще спастит, да? Ну. Или чуть-чуть еще подождать. Тогда дешевле куплю, да? И вот в какой-то момент у кого-то нервы уже не выдерживает. Он говорит, беру за эту цену. Он там. Тысяча за килограмм. Девятьсот. Восемьсот. Семьсот. Беру. И аукцион завершается сразу. То есть он как бы первый же момент реплики, а аукцион сразу завершается. Это называется голландский понижающий. Дальше бывают закрытые форматы аукционов. Закрытые – это когда каждый запечатывает в конверт деньгу, сдает, все конверты распечатываются, и дальше товар всегда достается тому, у кого деньга в конверте была максимальная. Остальные деньги возвращаются. Но, если у этого человека забирается все, что у него лежит, это называется закрытый аукцион первой цены. А бывает закрытый аукцион второй цены, например, когда забирается у него ровно столько, сколько во втором по количеству денег конверте. То есть мы берем конверт с самой большой суммой, откладываем его в сторону и находим максимально из всех остальных, смотрим, сколько там, и с него берем вот именно столько, сколько написано во втором по количеству. Ну, например, вот, скажем, вот ты взял и победил там полторы тысячи, да? А у тебя в конверте полторы тысячи, у всех остальных меньше, но есть конверт, в котором тысяча триста. Тогда с тебя тысяча триста. И тогда ты как бы выиграл двести рублей. Ну, если ты правду назвал, что у тебя тысяча пятьсот красная цена, может, ты не правду назвал, кто его знает. Сейчас мы про это поговорим. Сейчас я про это обязательно скажу. Вот. Еще бывает, ну, выбрать третьей цены, да? Ну, тоже такой странный формат. Я открываю самый большой, где я тому товар даю, но вычисляю не вторую по очереди, а третью по очереди цены. Можно и четвертую цены, и пятую там, в принципе, какую угодно порядковую цены можно сделать. Можно еще один интересный формат. Называется «Платят всех!». Это значит, что я предъявляю предмет и говорю, сейчас все мне сдадут конверты, и деньги не вернутся, но предмет останется тому, у кого было больше всего денег. Если поровну, тогда разыгрывается камень, ножницы, бумага. Ну, то есть, случайная лотерея. Если несколько человек, там, запускается случайный процесс с равными, ну, понятно, то есть, запускается с равными шансами. Вот. Я однажды нахулиганил, я в Москве провел аукцион. Мы, значит, это была презентация книги «Математика для гуманитариев», еще несколько лет назад была. И была, значит, была собрана «Человек-150» в библиотеке Некрасова на Бауманской. И я объявил, что, значит, сейчас я вообще не веду, в принципе, не веду частных уроков вообще, да? Но я хочу провести эксперимент. Сейчас каждый из вас опечатает какую-то деньгу, и у кого будет максимальная деньга, тому я проведу частный урок. Вот, я его оригинал один. Мы просто решили похулиганить. Но я спросил, вы не против такой уроки, я говорю, да? Вы не против? Никто не просит такой уроки. Вот. И никто не был против, никто не был против, там, в общем, лекция вроде пошла на ура, все было хорошо. И вот в конце лекции мы провели такой аукцион. И вот я провел частный урок за суммарную стоимость всех собранных денег в конвертах. Победил человек, у которого в конверте было сколько? Какие версии? Треставра. Пять тысяч. Пять тысяч. А всего я собрал 30 тысяч рублей за один урок. Вот. Ну, я не веду частный урок. Это была единственная ситуация. Исключительно. Я приехал и провел урок. Вот. Там девочки в шестом классе чуть-чуть поговорили про математику. Вот. Вот такая была история. Короче, вот такой формат. Платят все. Но смотрите. В этой ситуации это была искусственная такая. Ну, я взял ее сам, создал. Но вообще-то бывают ситуации, когда органичное развитие событий приводит к тому, что платят все. Например, вы хотите, чтобы в вашу пользу было принято какое-то решение, и постоянно ходите к чиновникам убеждать их, чтобы это было именно в вашу пользу, а не в пользу ваших конкурентов. И чиновники тратят на вас время, но и вы на них тоже тратите время, там, что угодно. Но если вы там ресурсы тратите какие-то восполнимые, то да. Но если вы тратите просто время, вот это лоббирование. Лоббирование – это чистейшая опцион платят все. Потому что каждый, кто занимается лоббированием, он вкладывает свои силы, эмоции, время. Все это вкладывает. И потом только одному что-то остается. Например, у кого пройдет чемпионат мира по футболу? Все страны занимаются улучшением своей инфраструктуры, да. Стадионы, то все. Они должны принялись, это международная комиссия, которая везде поездит, и ровно одной стране даст право провести. Остальные все это коту под хвост, да. Все эти стадионы, да. Вот там, в каком-нибудь Никарагу, допустим, настроили стадионы. И что они будут с ними делать, да. Ну, то есть, как бы, каждая страна, которая не выиграла, она просто потратила ресурсы зря. Это ровно то же самое, по опциону платят все. Ну, и вообще спортивные соревнования. Просто несколько команд соревнуются, но кубок выигрывает одна, да. Все остальные вкладывают силы, тренируются, тренируются. Ну, если, конечно, рассматривать то, что они, в принципе, повышаются в спортивной. Кондиция-то само по себе просто хорошо. Тогда это уже не проходит что-то. Вот. Лотерея – это не опцион, потому что в лотерее может выиграть тот, кто меньше заплатил. Как проходит лотерея? Ну, например, я вот прошу каждого кинуть шарик своего собственного, как бы, со своей пометкой своей фамилии. То есть, есть шарики, на них можно написать свою фамилию. Каждый шарик стоит 10 рублей. Можно кинуть сколько угодно шариков в общую корзину. Дальше она хорошенько встряхивается, да. То есть, вы берете, например, купили 100 шариков, заплатили 1000 рублей. На каждом написали свою фамилию. Остальные купили. Кто-то купил 5 шариков, кто-то купил 2000 шариков. Кто-то еще сколько-то шариков, да. Там то же самое, лотерейные бильеты также устроены. И вот потом все это встряхивается, достается шарик, и чья фамилия на нем, кто-то победил. В этой ситуации победить случайно может и тот, кто купил один шарик. То есть, не всегда тот, кто больше всего потратил сил, побеждает. И это мы не называем аукционом. Аукцион – это такая ситуация, когда получает предмет тот, кто больше всего его хочет. То есть, больше всего готов заплатить. Заметьте, что аукцион первый, ценный второй, ценный третий, и даже аукцион платят все, они удовлетворяют этому принципу, потому что предмет достается тому, кто больше всего положил. Другое дело, сколько он платит, или сколько другие платят. Так, значит, основные вопросы в фокусе внимания теории аукционов. Первое – эффективность или оптимальность? Эффективность означает, что предмет, ну, в нашей постановке это означает, что предмет точно будет продан. Он не будет просто, вот, грубо говоря, картина нервная, да, она должна быть продана, потому что она никакой ценности для продавца не составляет. То есть, эффективность – это ситуация, ну, в общем, в общем, общая ситуация такая, что предмет сколько-то ценен для продавца и должен быть продан в том случае, если будет хотя бы один покупатель, готовый купить за эту или большую ценность. Ну, если мы считаем, что для продавца вообще никакой цены, понимаете, нет, что он для него нулевой ценности, то тогда эффективность просто требует, чтобы он обязательно ушел, слабка, кому-нибудь. А оптимальность означает, что в среднем по всем розыгрышам продавец получает больше всего денег. То есть, если он запустит с этим механизмом, там, 100 опционов в одной и той же ситуации, с разным случайно взятым набором покупателей, то в среднем он больше всего денег получит при некоторой схеме. И эффективность с оптимальностью не в ладах. А это та ситуация, которая в отличие от стандартных экономических моделей, где эффективность и оптимальность расходятся. Из-за неполной информации, из-за того, что я точно не знаю, кто что думает, кто за что хочет купить. Следующий вопрос. Устойчивость к сговору. Очень важный вопрос. В Швейцарии, в которой было вот это вот 20 франков, да, на человека, там был совершенно явный сговор. То есть, там, они, значит, ну, там, две мобильные компании за два слота воевали. Ну, понятно, там, как-то они между собой перекликнулись, там, может, перемигались. В общем, когда первый слот пошел, там, одна из компаний не участвовала, фактически, да. Очень быстро он за маленький день ушел в той. Потом пошел второй, она уже не участвовала. Вот. То есть, ситуация сговора, она полностью разрушает аукцион. Вообще, по одной, до корню. То есть, это вот все идеи, там, устроить большой сбор денег и так далее, а сговор все рассыпается. Вот. А сговоры бывают очень разных видов. Очень хитрые сговоры бывают. Одна статья мне прислал мой коллега и друг Сергей Измалков. Прислал такую статью, где рассказывалось про один аукцион в Америке. Где, значит, им запретили даже мобильниками, в общем, они все было на прослушке. Все. У всех, кто участвовал, там, какое-то время до этого, было все на прослушке. Ни никаких шансов, ни сговориться, ничего. Они там жили в разных местах. Они не встречались. Интернет все просматривалось. И дальше происходит следующее. Начинается аукцион. Выставляется много-много-много предметов. Есть серьезный такой вкусный лот номер 2 и вкусный лот номер 13. Вот. И за второй лот два самых крутых игрока, тяжеловесом, начинают воевать. 100 тысяч долларов. 113 тысяч долларов, говорит там. Первый, не понял. 200 тысяч долларов, говорит, первый. 213. Напоминаю, 13-й лот, это второй вкусный лот. 300, говорит он. 313, дурак. Сколько можно повторять, да? Ой, прости, да, я все понял. Пас. Пас. И идет ему за 313, да? Тысяч долларов. Притом, что цена реальная, много-много миллионов, да? Уходит за 313. Я цифры не помню точно, я просто примерно говорю по размеру. Дальше наступает 13-й лот, что вы думаете? Вторая фирма говорит, я пас. А это, говорит, а я беру за 100 тысяч долларов. Понятно, да? Расписали пульку на двоих и все. Это пошло этому, это тому. 13 в конце было намеком на то, что он будет, как он будет себя вести в дальнейшем. Вот и все. Но они оба пошли в суд, и, короче, в суде было признано, что был сговор. Без доказательств. Доказательств посчитались вполне достаточными вот этих цифр. 13 в конце посчитали достаточными доказательствами. Но сговор, в общем, страшная штука, то есть аукцион нужно продумать, чтобы сговор не было. Дальше, значит, очень интересные вопросы, связанные с определением стратегии поведения. Покупателей. И я сейчас вам расскажу, за что Нобелевскую премию дали Викри в 1926 году. Докажу. Вот просто здесь сейчас расскажу. Возьму, расскажу, за что была получена Нобелевская премия. А ведь что? Так. Так. Вот так, да? Значит, теорема. В аукционе второй цены, закрытая аукцион второй цены, каждый игрок имеет доминирующую, доминантную, можно так сказать, доминантную стратегию поведения. Что значит доминантную? Это значит, что независимо от того, какими стратегиями борьбы за этот аукцион будут пользоваться все его конкуренты взаима. У него должна быть одна и та же стратегия. А стратегия должна быть такой. Почувствовал, насколько ценен для себя этот предмет. И ровно эту сумму в конверт пиши. То есть стратегия, в принципе, стратегия поведения в аукционе, где ты изначально даже не знаешь, насколько ценен для себя будет предмет, стратегией является функция, которой аргументом является то, насколько ценен для себя будет предмет, и ты это пока не знаешь, но вскоре узнаешь, когда тебе покажут предмет. А значением это то, сколько ты в конверт запишешь. То есть, в принципе, могут быть самые разные функции. ты можешь считать, что у тебя вот такая ценность предмета, ты отвечаешь вот такой, ну, какая-то, ну, вообще более разумно предполагать, что монотонная функция лоткрика, да, вот ценность, а вот конверт, сколько написал. Так вот, утверждается, что функция у равно х, да, в конверте написана ценность. Функция, которая тождественная, да, ну, понятно, да, функция х. То есть вы получаете оценку и ее же пишете в конверт, что именно такая функция является самой лучшей из всех возможных стратегий, то есть всех возможных функций, в ответ на любой набор таких функций стратегий у остальных игроков. Такая, ну, сильнейшая такая вот предсказуемость, да, аукциона, сильнейшая предсказуемость. Вообще в теории игр, когда есть решение в доминантных стратегиях, это прям, ну, это то, о чем можно только мечтать, то, чего там почти никогда не бывает. Но в данном случае это именно так. Доказательство, доказательство теоремы. Значит, давайте я даже возьму ручку, да. Итак, я сравниваю вот такую вот стратегию, ну, вот у меня, я узнал, допустим, у меня V, оценочка V. Ну, и я, соответственно, ставлю в конверт, пишу V. Вот. И сравниваю эту ситуацию, например, с той, что я немножко... А почему не хочет? А? А я пальцем-то нормально, да? Я лучше пальцем. А. О, как интересно. Ага. Да, вот. Я поднял немножко. Вот я написал V плюс 100, например, да? Написал в конверт. Больше положил денег в конверт. Давайте посмотрим на последствия от этого моего шара. В чем они могут заключаться? В принципе, это зависит от того, какие у нас у остальных, да, у всех в конвертах значения. Давайте рассмотрим максимальное значение количества, ну, денег, да, максимальную сумму из всех остальных конвертов, кроме моего. Если она вот здесь, то ничего не изменилось, согласны, да? Ну, вот я V ставил, я поставил V плюс 100. Не там, не там я не выиграл, потому что я не оказался тем, у кого максимальное желание купить, ну, максимальная сумма в конверте. А если здесь, правильно, тоже ничего не изменилось, потому что аукционка второй цены, а не первая. В аукционе первой цены это сильно меняет дело. Я вот столько бы заплатил вместо в отставке. Но в аукционе второй цены я плачу не то, что я написал в конвертах, а то, что написано у второго. Во втором конверте, а что это вот? Странно, ну, ладно. Вот. Значит, я плачу ровно вот это зеленое, независимо от того, здесь или здесь я написал. Если я победил, мой конверт самый большой, то я плачу вторую цену. Поэтому в обоих случаях ситуация не изменилась. Я получил предмет за те же деньги. Значит, ни там, ни там ничего не меняется. А вот здесь меняется и не меняется. Предположим, что вот здесь вторая цена. Здесь, ну, в смысле, максимальная из оставшихся. Тогда смотрите. Если я написал правдивую оценку, то я выиграл аукцион или нет? Не выиграл. Я проиграл. Выиграл зеленый. Вот этот, который максимальный из остальных. А если я написал В плюс 100, то я его выиграл. Но себе в минус. Потому что я должен буду заплатить вот это. И тем самым получается, что, ну, вот, например, 50. Да, если это 50. Я заплатил В плюс 50, но В это моя красная цена. Я больше не хочу платить. Все, что выше В, идет мне в минус. Это означает, что, да, если я оценку поднимаю по сравнению со своей красной оценкой, самой большой, которую я готов заплатить, то я, может быть, ничего не изменю. Возможно. Если здесь или здесь. Максимальная оценка остальных. Но если она нежна этими, я себе ситуацию ухудшу, испорчу. То есть у меня как бы есть во всем пространстве возможных ситуаций игровых, у меня есть кусок, в котором ничего не изменился, кусок, в котором ничего не изменился, и еще один кусок, в котором мне стало хуже, чем было. Ну, понятно, что тогда, когда я усредню по всему этому пространству, у меня получится хуже. Вот. Значит, точно не лучше никак. Поэтому поднимать вверх смысла никакого нет. А может вниз опустить? Давайте, я опустил вниз. Написал, В минус там 80. Опять есть три случая, да? Три случая. Первый, когда максимальная оценка из всех остальных выше, чем В. Когда я не выигрывал аукцион, да? Я его не победил. Ну, и когда я опустил цену, я тоже его не победил. Значит, ничего не изменилось. Если это ниже, чем В минус 80, тоже ничего не изменилось. Я и там, и там победил, заплатив вот эту зеленую. А если здесь вторая, то что произошло? Проиграл. Я выигрывал его. И зачем-то отказался. Я проиграл. Но я проиграл ровно вот столько разницу между В и зеленым значком. Потому что это для меня красная цена. Но если я должен меньше сплатить, чем В, значит, я в выигрыше остался. И я этот выигрыш добровольно уступил кому-то еще. Опять, получается, три области пространства реализации. Это область, где ничего не меняется, область, где ничего не меняется. И область, где, боюсь, мое положение ухудшается. Тем самым, опять-таки, никакого выигрыша, а только проигрыш. То есть, вне зависимости от того, как действуют остальные, действуют они тоже вот так, или действуют как-то по-дурацки, рациональны они, или они нерациональны, не имеет никакого значения. Моя стратегия говорить правду является доминантной стратегией. Получается, такой ровно есть на стратегиях аукцион второй цены. Нобелевская премия. Самая короткая Нобелевская премия, которая мне известна. Так. Альтап, да? Альтап. Вот. Значит, Определение стратегии поведения покупателей в аукционе первой цены. Ну, я, значит, скажу сейчас следующее, что любой аукцион первой цены, если мы будем его пытаться решить, какое там будет равновесие, там будет никакой доминантности вот этого там не будет, там будет чувствительность с стратегией других, там нужно будет решать некоторую достаточно сложную грузки полной информации, в которой мне нужно свою функцию, вот эту функцию отклика, вычислять по тому, какие функции отклика у остальных. Но так как мы, я не знаю, и функции отклика остальных, то получается система так и функциональных зависимостей, моя оптимальная функция зависит от того, какие решения приняли остальные. И если, например, я исхожу из того, что все игроки симметричны, получается некоторое уравнение, которое задает зависимость моей функции от того, что все остальные будут пользоваться такой же функцией, ну и как бы, когда я выпишу зависимость и напишу дополнительные условия, что все функции должны быть одинаковые, получается дифференциальное уравнение всегда. На выходе одно дифференциальное уравнение относительно этой функции, которое и определяет решение задачи, ну а если мы ищем все равновесие, в том числе и несимметричного поведения игроков, тогда получается, вот сколько у нас игроков, столько получается этих функций, да, связанных друг с другом, в общем, система, получается, дифференциальных уравнений, ну и, в общем-то, в начале 21 века там было довольно сильное продвижение аукционов первой цены с разными упрощающими, наоборот, усложняющими предположениями, то есть все более широкий класс этих аукционов первой цены смог быть просчитан. Но вот в самой простой ситуации, в которой у нас есть N одинаковых игроков, которые смотрят, например, на портрет нерпы, и для каждого из них стоимость этого портрета в диапазоне от нуля до тысячи рублей равномерно распределена, как говорят, в сфере вероятностей, можно сказать, чему будет равна оптимальная стратегия поведения, какой функции зависимости, да, оказывается, что нужно взять N делить на N плюс первую долю, да, или N минус 1 делить на N-ную долю от своей собственной оценки. То есть если вы чувствуете, что, например, ваша оценка 700 рублей, и вас 10 человек, то пишите 630 в конверт. А если вас двое, и вы узнали, что ваша оценка 600, пишите 300, то есть просто делите на 2. Вот такая стратегия поведения является равновесной в аукционе первой цены. Заметьте, да, то есть то, что первая цена влияет на ваше поведение. Вроде как первая идея, что давайте сделаем аукцион первой цены, зачем нам не добирать людей? Вот я взял конверт, в нем написано, что человек за 1500, да, готов купить. Зачем брать его меньше, да? Но дело в том, что он написал 1500 именно потому, что он знал, что платить будет не 1500, а то, что второго, если правила игры вы меняете, если он будет знать, что он будет платить то, что у него в конверте, он уже не 1500, он напишет что-то другое значение, да? И возникает вопрос, а все-таки, когда больше сбор? Сбор больше, аукционы первой цены или второй? Вот я продаю, как картина нервная, как лучше продавать, чтобы вы в конвертах писали и по правилам аукционы первой цены, или чтобы не писали и было по правилам второй? В мнения разделились. В мнения разделились. Ответ дал Майерсон. В полте 5 теорема эквивалентности форматов эффективного аукциона. Теорема. Рассмотрим любой аукцион, то есть любые правила игры, при которых, во-первых, речь идет о симметричных игроках, и мы ищем симметричные равновесия в игре, в которой введены эти проекты. Во-вторых, предмет достается тому, кто больше всего его хочет, и эффективность, то есть он всегда уходит к этому человеку, никогда не остается у продавца. Ну, для простоты, когда вы считаете, что продавца не представляет ценности, тогда, значит, два условия. Первое, что эффективность, то есть предмет будет доставаться тому, кто больше всего его хочет, то есть кто больше всего готов за него заплатить. Вот эта буквка В, да, истинное значение. И второе условие, что мы ищем симметричное равновесие. Так вот, в этом симметричном равновесии выигрыш будет всегда одним и тем же, всегда, во всех розыгрышах. И он, на самом деле, будет равен, по-моему, так, количеству всех покупателей умножить на ожидаемое, нет, или просто бесконечно всех покупателей, короче, типа, ожидаемое значение второй суммы в конверте по всем возможным розыгрышам, так сказать, этого аукциона. То есть берем это распределение, оценку, смотрим, чему равна ожидаемая вторая цена, и это и будет выигрыш аукционистов, независимо, независимо от того, какой формат. То есть первым будет, как раз будет в конверте у самого, такого самого желающего, будет написана именно ожидаемая цена второго. Во втором будет написана у него сама эта, да, стоимость, его истинная оценка, но заплатит нам ожидаемую, и так далее. В частности, можно таким образом просчитать, например, аукцион, когда платят все. В этой ситуации мы знаем, что суммарный сбор тоже будет равен ожидаемым назначению второй цены. вот, ну и, наверное, последнее, что надо сказать, это, что здесь требования эффективности существенны. Если я готов на то, что в некоторых ситуациях я предмет не отдам, то я могу в среднем получить больше. То есть, например, вот я беру картину нервы и говорю, если все оценки ниже двухсот рублей, то я при вас ее рву и выкидываю. Это правило игры. А вот если больше двухсот рублей, тогда я продаю либо за двести рублей, ну, например, если у одного человека больше, у остальных меньше, либо второй цены, да, то вот такое вот правило, усеченное правило второй цены я предлагаю, да. Но оказывается, что то, что я сейчас предлагаю, есть оптимальное правило. То есть, это еще одна теорема Майерсона. У Майерсона есть три великих теоремы, за которые он получил Дабрюсскую премию. Это рекомендации форматов, это принцип выявления, который в русской литературе был известен как принцип открытого управления Буркова. И чудесным образом это практически один год. То есть, доказательства, значит, принципа выявления. Даже, по-моему, у нас пораньше чуть-чуть. Владимир Викторович, не помните? По-моему, у нас пораньше, да, на годах? Типа того. То есть, ну просто они, понятно, по-русски не умеют читать, поэтому мне пришлось передоказывать на английском. И третье, это вот этот принцип, значит, принцип оптимального аукциона. Оптимальный аукцион устроен так. Нужно назначить некоторую цену, ниже которой продаваться предмет не будет, и все. Даже если он для вас в нулевой ценности, если все будут ниже этой цены, предмет не уйдет. А дальше модифицированный аукцион второй цены. То есть, если двое выше этого, то ничего не меняется. Просто опцион второй цены нет. А если только один выше этой черты, то продается за черту. Вот за эту вот черту. У нас сейчас 200 рублей, я сказал, допустим. Вот, но вот эти 200 рублей, как бы, может быть, 300 надо поставить, может, 400. Это надо уже поэкспериментировать. Вот при некотором значении порода будет оптимальный аукцион. Да, можно? Какая связь с теми цены на обзорах? Какая связь с теми на обзорах? Какая связь с теми на обзорах? Ну да. То есть, нет, по сути вопрос, чему должна быть равна резервная цена, да? Ну да, потому что резервная цена – это то, что я сам выбираю в правилах игры. Но вот там просто есть некоторая формула для резервной цены, я сейчас наизусть ее не помню, но она вычисляется по распределению. То есть, ты мне распределение даешь, да, по ценам? И я говорю, какая должна быть там просто по формуле вычисляется, что ниже такой не продавать, а выше, соответственно, такой узор. И это будет оптимальный среди всех вообще способов продать предмет, и это приводит к максимальному среднему выигрышу по всем розыгрышам при данном росте. Так. Ну, там несколько еще таких деликатесных моментов. Значит. Голландский аукцион это то же самое, что аукцион первой цены. Вот сейчас я попробую это объяснить. Смотрите. Вы смотрите, как падает цена. Постепенно, медленно падает цена. Да, вот она медленно на экране уменьшается. И вы что про себя думаете? В какой момент вступить в игру? То есть, в какой момент поднять руку и сказать, что вы берете этот предмет? А вот давайте вы просто сразу же вот эту информацию, ну, вы можете сразу решить, что если никто больше не вступит в игру, то вы возьмете за, например, 700 рублей, да? И просто эта информация, ну, у вас в голове она есть. Ты хочешь снизиться на 700 рублей, ты хочешь снизиться на 800, ты, да, 200 рублей, да? Ну, вот кто хочет снизиться на 800, тот заберет, да, например? Ну, это ровно то же самое, что вы в конверт запечатываете, да, ее? Вы запечатываете и даете, мне остановите при 800, мне остановите при 700, мне остановите при 200. И дальше вот этот вот розыгрыш с опусканием цены постепенно, это ровно то же самое, что просто взять конверт и посмотреть, кто раньше всех остановится. То есть, у кого выше всех был в конверте. Он и получит, когда начнет опускаться. То есть, в принципе, голландский аукцион ничем вообще не отличается от аукциона первой цены в конверте. Дальше. Условная эквивалентность английского и закрытого, причем английского аукциона первой цены закрытому аукциону второй цены. Почему? Ну, почему условно я сейчас скажу, ну, сразу скажу. Почему условно? Потому что в английском аукционе вы слышите заявки остальных и если, например, ситуация с месторождением, то, наверное, если вы даже накопали там на 10 тысяч чего-нибудь, а вокруг 200 и 300 у всех, то ясно, что с месторождением что-то не то. То есть вы получаете информацию о том, что это у вас так повезло вам в этом конкретном месте, по активности остальных игроков. А в закрытых конвертах вы не получаете никакой информации, вы должны зашить в нее и сдать, и все. Поэтому если аукцион со связанными значениями, если мне важны значения остальных, они влияют на свою собственную оценку, если вообще вот эта вот вся модель с оценкой, независимой априорной, не верна как модель, так что она должна быть заменена. Другой. В этом случае, конечно, они будут разные. Но в случае с независимыми оценками это тоже одни и те же последствия будет вести. Потому что, что значит открытый аукцион? Смотрите, вот у вас есть там ваша красная цена, например, 10 тысяч, у кого-то 7 тысяч, у кого-то 5 тысяч, у кого-то 3 тысячи. Ну вот я поднимаю, да, вот я сказал, там, 2 тысячи, 3 тысячи, 4, 5. Наверное, видите, 5 отхвал тот, у кого 5, он больше ничего не будет говорить, да, потому что если он скажет, он запасит кое-что, чем нужно ему. На моменте сильно впадает второй сверху. Ты говоришь 7 100, активически ты берешь за 7 100, хотя у тебя 10 тысяч, да, ты мог еще торговаться. Ты торгуешься до момента, когда второй выключился из игры. Но это ровно той. Означает, что ты плачешь вторую цену, ну, может быть, с небольшой надпавкой вот этот шаг. Шаг идет, допустим, 100 рублей, да, 100 рублей. Ну вот ты 100 рублей переплатил над этой второй ценой. Но, по сути, если шаг очень маленький, получается полная эквивалентность ситуации, больше самое, что аукцион второй ценой. Так, про клятия победителя я рассказал, но вот очень интересно, с Яндексом, в Яндексе аукционы там продается... Так, сколько сейчас времени? У вас еще полчаса. 16.00. Нет, мне Айдамир сказал, что часик надо потом вопрос, и в 15 минут уже идти. Туда. Так, а вам в 15 минут дать отдыха перед следующим. Но, тем не менее, давайте я последний этот расскажу. Значит, ну, вот, собственно, экран, да, вот экран. Вы набираете Яндекс.Ру, вот перед вами экран. Сейчас, правда, на дизайн переписываю вас. По крайней мере, меня, не знаю, как других. Сейчас набираешь Яндекс.Ру, он перекидывает на Дзен. На Яндекс.Ру. Вот. Ну, допустим, вот до этого, да, как? Вы набрали. И вам предлагаются какие-то рекламы. Или вы набрали в текст, контекстовые, да, рекламы. Набрали там какие-нибудь чемоданы, что-то такое. Вот. Или еще что-то набрали, путешествия куда-нибудь. И вот, значит, вам какая-то реклама относится к делу, но какое-то место путешествия, как одним чемоданом впаривают, да, там или что-то такое. То есть возникает такая смесь полезного и вредного. Это потому, что в этот контекст вмешиваются рекламодатели. Вот они как бы услышали какие-то слова, плечевые, они пересчитывают, что бы вам можно было бы в память. Вот. Вычисляют вас. Ну, вот там есть такое место на экране, которое очень удобно для просмотра. И несколько мест, которые менее удобны в разных местах. Справа, снизу, там где-то слева, второе по очереди. Вот. Аукцион проходит так, в каждую секунду, там, в каждую мили секунду. Когда кто-то вот этот экран перед собой запускает, тут же движок раскручивает, вот кто сколько из рекламодателей готов заплатить, там еще делится на CTR, так называемые, не будут сейчас это углубляться. Вот. Ну, в общем, эта система, получается, упорядоченный набор таких цен. И тот, кто больше всего поставил, ему дают вот это самое лучшее место на экране, да, для рекламы. Ну, платит он цену второго. А второй получает второе по качеству места на рекламном пространстве вот этого экрана. Платит цену третьего. Третий получает там справа, вот здесь, да, платит цену четвертого. Ну, если три места, то четвертый уже ничего не получает. То есть его цена интересна только с точки зрения того, что заплатит третий. Вот такой называется обобщенный аукцион второй цены. Ну, потом, на самом деле, включили очень много разных новых движков. Стало зависеть от вашей личности, от ваших предыдущих запросов, все. То есть там все сильно осложнилось. Когда я последний раз рассказывал про Яндекс, мои воспоминания связаны с 12-м годом, когда я еще в этой деятельности участвовал, с тех пор за 10 лет вообще очень много появилось нового, поэтому про это я даже не знаю там многое из того, что появилось с тех пор. Вот. Ну и, наконец, что я опять? Ну и, наконец, я хочу всех пригласить. Везде. Маткульт, привет! Это канал, YouTube-канал, на который я всех приглашаю. Только что, прямо сегодня утром, я записал ролик новостей прямо здесь, с конференции, там, с закутка на 9-м этаже Коблева он вас встретит этот ролик, а перед ним будет много разных других математических записей. Вот. Значит, дальше есть персональный сайт Саватеев, X, Y, Z, на котором там и ссылка на соцсети. Все три книги, которые есть, в том числе, и которые вот сейчас вышли у нас с Филатова и введения в настоящую математику, и математика для гуманитариев доступны там для бесплатного скачения. Вот. Дальше, значит, 100 уроков математики и много-много еще. Телеграм-канал о проблемах образования ведем с моими помощниками. Ну, все соцсети ведут помощники, не я. Я только ВКонтакте врезаю иногда. Вот. И все. Ну, и в ЖЖ, который совсем мертвый. Ну, и вот, значит, ссылка. В общем, спасибо за внимание. Короче говоря, вопросы. Вопросы. Проукционы одна из прямо глав от книги «Занимательная экономика» «Теорий к нейшн-проханизм» нахождение. Про что? Да. Потому что эта вся теория построена с предположением рациональности агентов. Вот я сейчас приведу, сейчас я отвечу, сейчас я быстро отвечу на... А? Если есть много взятых датей, которые борются за какое-то решение, то да. Но отдельно данная взятка это не агцион, просто договор. Про рекламу я хочу сказать. В какой-то момент была такая ситуация. Яндекс написал, что новые правила игры, если заявка одного из рекламодателей на 20% выше максимума из всех остальных, то все пространство экрана дается этой рекламе и остальные рекламы не появляются на экране. С точки зрения рациональных агентов ничего не должно меняться. Потому что понятно, что все остальные тоже пытаются попасть вот в эти... Ну, как бы... Ну, понятно, каждый, если он дурак, он должен что сделать? Поднять на 20% просто и сказать, круто, сейчас я все возьму. Ну, так же думает каждый, да, ну, все поднимают на 20%, ну, прекрасно, Яндекс собирает на 20% больше. Но рациональный игрок так не будет играть, он подумает о том, что остальные тоже будут поднимать на 20% и не будет это делать, да? Вот вопрос, рациональные игроки или нет? Ответ нет. На этом действии Яндекс получил 1 миллиард 200 миллионов рублей за пару дней работы. Ну, примерно, я точно не помню, сейчас я, может, вообще государственную тайну Яндексу выдаю. В общем, условно, очень большая сумма. Но потом они, правда, ну, разумеется. Ну, то есть рациональность игроков очень под вопросом вообще в нашем мире. И на этом, конечно, наши модели распадаются. когда игрок не рациональны, теории не очень понимают, что делать. Есть разные подходы, но в целом теорий нет общезначенных таких, как вот, для рационального. Еще вопросы? Да? Громче? В некоторых аукционах это правил не предусловлено. Есть даже такой аукцион, опять же, рациональности агентов, да? Вроде как все, у нас есть теорема обыкновенности форматов. Однако, аукцион, понижающий голландский, а потом английский, существует. Существует, и вроде как на практике приводит к большим выигрышам. То есть, люди как бы замешкались, не успели купить. Вот первый закричал, и тут другой говорит, не-не-не, подожди, я спал во время, когда 800 было, я хочу за 800, а не за 700, да? Вот, то есть, такой аукцион есть, да, такие правила бывают. И их наличие как раз как бы немножко противоречит вот этим теоремам с практической точки зрения. Еще вопросы? Все? Тогда, спасибо за внимание, сейчас будет Саша Филатов с механизмами, не уходите никуда.